Друзья, всем большой привет! Сегодня будем говорить о том, что сделать с теплицей осенью, поздней осенью в частности, и как ее обработать так, чтобы в следующем году в ней не было белокрылки и заболеваний, таких как фитофтороз и кладоспариоз. Как готовим теплицу с осенью? Поехали! Этот ролик мы снимаем уже третий год подряд, но каждый год доделываем, дорабатываем технологию, улучшаем ее, усовершенствуем и доводим до идеала, так, чтобы в следующий год порадовал вас еще больше урожаями, чем все предыдущие года. Начнем с того, что обработка теплицы осенью от белокрылки, от паутинного клеща и от многих других насекомых на самом деле максимально простая, но об этом мы поговорим чуть позже, потому что все уходовые мероприятия за теплицей, они идут вместе, потому что нельзя защитить теплицу от белокрылки, игнорируя полностью все болезни, потому что растения нам нужны с вами здоровыми. С чего начинается вся уборка в теплице? Можно подумать, что с мытья стен, мытья конструкции и так далее, но это не совсем верно. Есть работает вообще простейшая самая логика. Если вы сейчас помойте теплицу, а потом начнете работать с грунтом, носить туда препараты, перекапывать землю, как-то ее еще обрабатывать, то вы поднимете те споры и те заболевания, которые были в вашем грунте, и они снова осядут и налипнут на стенах вашей теплицы. Поэтому логичнее сначала закончить все работы с землей, а затем уже приступать к мытью теплицы. Что мы делаем в первую очередь с грунтом? Нам необходимо его подкормить и необходимо его обеззаразить. От чего здесь отталкиваемся? Если вы весной уже вносили органические удобрения, например, перепревший компост, как в нашем случае, то осенью это уже не потребуется. Если вы не вносили весной за сезон никаких органических удобрений, то можно осенью дополнительно внести, например, перепревший навоз или перепревший компост. Каким образом? Берете и раскидываете его по поверхности почвы в количестве примерно пол ведра на 1 квадратный метр ваших грядок или почвы, если у вас растение выращивается без высоких грядок и без какого-то специального выделения. Если у вас уже были внесены удобрения, то сейчас лучше добавить минеральных удобрений в виде фосфора и калия. Точно так же, как и в открытом грунте, в теплице работает такая схема. Осенью азот бесполезен, потому что за весну и зиму, особенно если вы будете потом туда в теплицу вносить снег, весь этот азот вымоется из почвы, и вам понадобится только фосфорно-калийный компонент. Что это может быть? Классические, традиционные, вон он у нас находится, суперфосфат из сульфат калия. Сейчас он появится в кадре. Стандартный двойной суперфосфат, нет, это простой суперфосфат, и сульфат калия. Сульфат калия. Если их нет, что можно чем заменить? Фосфоритная мука и, например, погашенная уксусом зола. Это, например, костная мука, рыбная мука и, к примеру, эко-калий. У фертики есть такое удобрение. Или это просто зола от сжигания подсолнечника. Это, например, может быть сапропель. Но в сапропеле мало действующих вещества, поэтому вносить нужно много. То есть любой фосфорно-калийный компонент. Есть осенние удобрения специальные ОМУ, органоминеральные удобрения, можно взять их. Есть осенние удобрения для газона, можно взять их. Есть осенние удобрения для клубники, можно взять их. Любые осенние удобрения с фосфором и калием. Суперфосфат из сульфата калия вносим по 30 граммов на квадратный метр вашей грядки в среднем. Если почва в вашей теплице очень рыхлая, очень песчаная, то увеличиваем количество до 40-45 граммов на квадратный метр. Если были сидираты, они у вас в данный момент посеяны, то делайте так же, как и мы. Разбрасывайте удобрения прямо по сидиратам под перекопку. Если же сидираты не были посеяны, их можно еще посеять, раскидав вместе одновременно удобрения минеральные, допустим, органические, если вы не вносили их весной, и тут же сидираты. Смешивайте семена сидиратов, это может быть горчица, это может быть, если еще достаточно тепло, фацели, это может быть какой-нибудь бобовый сидират, хотя осенью он бесполезен, его лучше весной применять. В теплице лучше всего, быстрее всего растет горчица. Поэтому много горчицы, туда же сразу вносите необходимое количество суперфосфата и сульфата калия, разбрасывайте и перекапывайте. Если сидираты уже имеются, как в нашем случае, что мы делаем? Вот у нас зашедшие сидираты. Хоть они и мелкие, но мы их уже будем перекапывать, потому что скоро у нас будет холодно. Еще хочу обратить внимание, что даже в октябре и в ноябре не поздно готовить теплицу к следующему сезону, потому что у нас сегодня на улице утром было минус 5, в теплице сейчас уже плюс 22, днем здесь будет 35 градусов. Теплица продолжает жить, в ней продолжают развиваться насекомые и вредители, поэтому будьте очень аккуратны. Итого, как поступаем в данном случае? У нас уже скоро будет холодно, поэтому мы берем удобрение, берем сразу же сидираты, которые у нас уже взошли. Вот здесь не взошли, здесь подождем, пока они взойдут. Здесь просто растения убирались не одновременно. У меня нет секатора, чтобы открыть удобрение. Это для слабаков я открыла. Каким образом вносим удобрение? Я знаю, что в такой вот горсти у меня примерно 40 граммов суперфосфата, уже взвешивала неоднократно. Равномерно рассыпаем по грядке и чуть-чуть поменьше сульфата калия. Вот таким вот образом. Можно в раз носить семена и удобрения, это тоже не беда. А вот сейчас будет важно и немножко неоднозначно. И, короче, все стремятся, ну, большинство, по крайней мере, аккуратно перекопать почву в теплице. И сделать это, ну, прям равномерно. И я всегда сильно советую максимально ровно перекапывать почву и потом ее разравнивать. А вот осенью, осенняя перекопка, она прям сильно отличается от весенней и при подготовке разных грядок под посадку. При осенней перекопке, даже вот с сидератами, если ситуация, то мы погружаем лопату на штык примерно в грядку. Поднимаем пласт. Вот, смотрите, какие корни, кстати, у сидератов, да, еще. Они не отросли, какие мощные. Грунт уже холодный. Поднимаем и все. И снова втыкаем лопату на штык. Поднимаем. И все, и не ровняем. Сейчас объясню, для чего это делается. Закончу и объясню. Червяк. Кто говорит, что если носить удобрения, червяки все погибнут. Смотрите, какой жирный. И все, все черви на месте. Мы постоянно вносим удобрения. Почему перекапываем, оборачивая пласт, а потом не ровняем почву? Нам желательно, чтобы почва осталась довольно крупными комками. Тогда зима она сможет глубже промерзнуть. И тогда те яйца и личинки насекомых, или взрослые насекомые, которые могли зимовать в этом грунте, окажутся ближе к поверхности, и грудь будет сильнее промерзать и уничтожать тех самых насекомых вредителей. После того, как вы с удобрениями перекопали грядку, следует ее протравить. Чем протравлю? Здесь есть несколько вариантов одновременно. Как можно протравить почву? Основные варианты. Биологический метод, который подойдет для тех, у кого не слишком сильно болели растения в этом году. Например, если у вас до конца сезона томаты были здоровыми, или были только единичные пятна на огурцах, и в принципе не было каких-то проблем. Вам для профилактики можно внести триходерму, но можно этого и не делать. Триходерма вносится в сухом виде для того, чтобы расход был меньше и равномерно разбрасывалось. Всякие сухие препараты можно смешать с песком, например. Равномерно размешать с песком, с вермикулитом, с перлитом, с любым другим составляющим, и разбросать вот прямо после внесения удобрения и пролить все водой. То есть в сухом виде раскидать, пролить водой. Есть препараты, которые растворяются для применения в жидком виде. Тогда их растворяете и проливаете сразу после внесения удобрений. Этот вариант подойдет для тех, у кого была не слишком сильная проблема с заболеваемостью ваших растений. Если ваши растения болели уже более серьезно, тогда нужно применять другой вариант. Это либо продравка специальными препаратами, например, такими препаратами, как привикур, провизор, консента. У них норма раствора в половину меньше, чем та, которая рекомендуется для листовой обработки томатов. То есть смотрите на инструкцию, на упаковку. Норма разведения для листовой обработки томатов делите ровно пополам и проливайте грядку. На одну грядку должно уйти хотя бы литр 3-4 воды. Точно так же после внесения удобрения прямо в этот же день, прямо в этот же раз. В нашем случае в этой теплице в этом году появилась проблема с фитофторозом. Здесь был фитофтороз томатов в конце самом сезона. Поэтому для более качественной подготовки грунта, для того, чтобы 100% не было заболевания, мы обработаем более серьезным вариантом. Мы обработаем это медью. Можно использовать бордосскую смесь 1% 100 граммов на 10 литров воды. Можно обработать орданом. Можно обработать препаратом хом. Мы в нашем случае сегодня обработаем препаратом протон. Смысл у них всех один и тот же – это медь, содержащие препараты. Медными препаратами лучше слишком сильно не увлекаться. Вносить их один раз в 2-3 года примерно. И в идеале их, конечно, чередовать с другими методами, с биологическими, с другими грубыми препаратов. Во-первых, для того, чтобы у почвенной микрофлоры не вызывать резистентности, то есть устойчивость к препаратам. Ну и чтобы не накапливался избыток меди в почве. Хотя это тоже все исправляется. Это не так страшно, как многим может показаться. И дефицит меди для растений – это тоже очень плохо. Препарат в данном случае конкретно разводится один пакет на 10 литров воды. Мы так и сделаем. У нас здесь пол лейки сейчас, которую мы на одну грядку внесем. И разведем половину упаковки этого препарата. А потом уже приступим к защите растений от вредителей. Это будет довольно интересно. Разводим препарат. Всегда всем рассказывала, и сама, конечно, косячу. А в идеале любые препараты сначала разводим в маленьком объеме, в литре, например, а потом выливаем в общий объем. В данном случае у меня под рукой ничего нет, поэтому сразу развожу в большом, но так лучше не делать. Голубенький порошок, медный препарат, медсодержащий, как и бордовская смесь, как и медный купорос обычный. Все. И прямо в этот же день, когда вы вносили удобрения и перекапывали, поднимали почву, проливаем ее, муд в данном случае, медсодержащим препаратом. У нас грядки большие, по 1,6 квадратных метра, поэтому на одну грядку уходит половина лейки. Что это еще может быть? Это может быть надуксусная кислота, которую очень любит мой один из коллег. Там растворяется уксусная кислота, растворяются перекись водорода и, по-моему, что-то еще, но можете найти в интернете легко. Также можно обработать железным купоросом 3% на концентрации с мочевиной. Можно использовать 5% на 500 грамм медного купороса, 500 грамм мочевины. Можно по 300 грамм, если заболеваемость была не очень большая, туда же добавляем. Если 300 граммов, то чайную ложку с горкой лимонной кислоты, если 500 граммов мочевины и железного купороса, то столовую ложку лимонной кислоты. Именно лимонной, не какой-то другой, а именно лимонной кислоты на 10-литровую лейку. Проливаете тоже до хорошего увлажнения, но расход препарата очень большой. В этом случае это чуть попроще, выходит здесь гораздо меньше расход. И вот в данном случае, если вы обработали химическими препаратами, в том числе и медью, в хорошем смысле химическими препаратами, оставляем так все это дело примерно хотя бы дней на 10. А затем уже будем приступать к борьбе с почвенными вредителями. Как с ними бороться? Классные перчатки? Потрясающе. А вот сейчас будет поистине настоящий шок-контент, который вызовет кучу негативных, возможно, комментариев того, что мы не профессионалы и дураки, и вообще ничего в этой жизни не понимаем. Но с насекомыми никак не нужно бороться. Вот так внезапно. Потому что все почвенные насекомые, которые у нас есть, они обитают в основном в открытом грунте. В теплице чаще всего вредят все-таки другой группы насекомых. Это белокрылка, это тля, это паутинный клещ. Все эти насекомые вредители у нас зимуют в верхнем слое почвы глубиной до 5 см. Также они могут зимовать под остатками растительности. В теплице, конечно, после уборки урожая необходимо убрать все остатки растительности. Если посмотреть у нас за меня, то у нас не осталось в теплице ничего. Выносим все растительные остатки от растений, перекапываем сидираты в почву. Если была мульча, соломенная особенно мульчу, мы тоже выносим и убираем. Потому что вредители могут зимовать в этой мульче очень легко и просто. Так почему никак с ними не нужно бороться? И почему белокрылка вообще не нуждается в борьбе в теплице? А все очень просто. Эти насекомые вредители являются достаточно теплолюбивыми. И они не растут, не развиваются, не размножаются при температуре ниже минус 6 градусов. И если почва в вашей теплице промерзнет примерно до минус 6-9 градусов, то все яйца белокрылки и все спящие взрослые насекомые белокрылки, тли паутиного клеща, они все погибнут сами по себе. Это оранжерейная культура, которая не выдерживает низких температур. И самая частая, самая распространенная и постоянная причина того, что белокрылка снова у вас появляется в теплице, это не то, что она у вас в ней зимует, а это то, что вы приносите вторичным заражением белокрылку в вашу теплицу. Если вы на зиму в какие-нибудь очень сильные холода откроете вашу теплицу и дайте промерзнуть вашему грунту, чтобы он полностью промерз на глубину хотя бы 30 сантиметров, то ни одной белокрылки у вас в теплице не останется. Если же у вас теплица будет закрытой, если вы живете в теплом регионе, тогда, конечно, обработку провести дополнительную будет необходимо. Об этом мы поговорим буквально через пару минут. Если же у вас холодный регион, просто сделайте такие возможности, чтобы где-нибудь в январе или в ноябре, если у вас бывают сильные заморозки, вы могли приехать, открыть теплицу и дать ей промерзнуть. И этого будет достаточно. Как проявляется тогда и как появляется белокрылка в следующем году и в следующем сезоне у вас в теплице? Она у вас появляется не из вашей теплицы. Она у вас появляется из купленной рассады, она у вас появляется от ваших соседей. Она легко приносится и появляется по ветру. Точно так же, как и паутинный клещ. Например, паутинный клещ просто великолепно переносится ветром. И я однажды, проживая на 12 этаже, привезла себе розу, которая обработала неоднократно санмайтом, обрабатывала другими препаратами. И роза никак не могла быть заражена паутиным клещом. А в один из прекрасных дней после какого-то очередного отпуска, когда меня не было, у меня приезжали, поливали эту розу, ну, как и все другие комнатные растения, она была заражена паутинным клещом. Паутинный клещ, белокрылка, приносится на одежде, когда вы бываете где-то в общественных парках, когда вы бываете у каких-то друзей, знакомых, соседей. Просто прогуливайтесь по улице. Эти насекомые приносятся ветром, они приносятся животными, они переносятся на сорных растениях. Что самое страшное, белокрылка очень часто, примерно в 9 из 10 случаев, переносится в покупном грунте. Потому что покупные грунты, те, которые содержат торф, особенно верховой торф, особенно те, которые не особо качественные, они очень часто заражены белокрылкой, так как это грунт вторичной переработки. В теплицах промышленных грунт снимается ежегодно или один раз в два года. Чаще всего ежегодно, иногда даже один раз в полгода. И слой грунта, который снимается в промышленных теплицах, если эта теплица выращивается не по системе гидропоники, этот грунт отправляют как раз на упаковку и на продажу последующую. То есть белокрылка как раз в этом грунте содержаться и будет. Пример, Александр, я и вам не вру. У тебя же такая история была в этом году? Да, один грунт от местного небольшого производителя был куплен в магазине, когда он был теплым, его не выносили промораживаться на мороз, он так в доме и пролежал. После посева на томатах белокрылка вообще впервые в жизни. Которую никогда не было? Вообще никогда. И поэтому у вас может появиться белокрылка, которая никогда вообще у вас не была. В магазинных покупных грунтах она очень часто встречается. Это не означает, что вам нельзя пользоваться магазинным покупным грунтом и что только нужно переходить на собственный грунт из теплицы или из открытого грунта. Нет, тут проблема та же самая. Если вы наберете грунт осенью себе для того, чтобы использовать его весной для рассады, и если вы его не проморозите, если вы занесете его весной, осенью, и весной прям теплым будете использовать, у вас точно так же может пробудиться там белокрылка. Поэтому любые грунты, набранные в огороде, набранные у себя в теплице, купленные в магазине, любой грунт требует специального обеззараживания. И грунт покупной или домашний мы обеззараживаем в первую очередь не от болезней, как многие думают, а как раз от насекомых вредителей. Поэтому любой грунт мы вначале промораживаем в течение хотя бы двух недель при минимальной температуре воздуха. То есть, когда у вас стоит наибольшие заморозки, морозы, выносите этот грунт на бокот, в веранду, на улицу, в дровяник, куда угодно еще, чтобы он хорошенько промерз. Потом через три дня примерно заносите его в квартиру, чтобы он натаял. Выносите еще раз, и так повторять нужно в течение ну пары недель желательно, чтобы грунт полностью проморозился, и там не было той самой злополучной белокрылки. То же самое происходит при покупке и рассады, например, в садовых магазинах, на рынке, где-то еще, от знакомых. Это та причина, почему я всегда, первоочередно, первостепенно, всем советую, как делаем всегда мы, приобретая растения хоть где, мы их помещаем в карантин, так, чтобы они не касались других растений, и тут же, сразу же при покупке проливаем их октары под корень. Если там и были какие-то насекомы, они будут уничтожены как раз за счет этой октары. И вы делаете точно так же. Если вы покупаете рассаду, проливайте ее октарой, и тогда вы снизите вероятность появления у вас белокрылки примерно на 90%. И, скорее всего, ее у вас вообще не будет в теплице, если уж все пойдет по плану, скажем так. Поэтому на этом все. Чтобы избавиться от насекомых вредителей в теплице, открывайте самую низкую температуру воздуха двери, дайте промерзнуть грунту, и на этом все. Подготовка теплицы против белокрылки будет закончена. Если же ситуация другая, и в теплице есть медведка, возможно, проволочник, возможно, еще какие-то почвенные вредители, хрущи каким-нибудь образом попали в ваш грунт, или если, например, у вас теплый регион, где нет возможности дать промерзнуть грунту, Краснодарский край, любой другой регион, где очень тепло, может быть, это вообще не в России, тогда после того, как вы протравили ваш грунт, необходимо протравить его еще и от вредителей. Здесь есть разные способы, но на самом деле самым эффективным будет нанесение грибов, которые являются паразитами насекомых. То есть если сейчас, когда растения уже не растут, внести, например, октару, она будет бессмысленна, потому что октара работает только в том варианте, когда она попадает в растение, в сосудистую систему растения, насекомое грызет это растение, либо выпивает сок из этого растения, тем самым потребляя октару, и оно погибает. Если же у вас нет живых растений, которые бы смогли есть в данный момент насекомые-вредители, то эти препараты будут неэффективны. Поэтому есть два основных пути. Либо это биологический способ заселения в почву грибов, которые являются паразитами насекомых, либо второй путь это внесение препарата землин. Если нет землина, любые гранулы от муравьев тоже подойдут. Там одни и те же действующие вещества. Землин, либо гранулы от муравьев. Обращаю внимание, что инсептицидные препараты, те, которые мы используем против насекомых-вредителей, надо будет нести через 10 примерно дней после всей вот этой обработки, которую мы провели в начале видео. Почему так? Чтобы за это время все насекомые успели выйти, так как мы почву перевернули, чтобы они заново вернулись в те места, где они должны находиться. Если это применение грибкового препарата, то сейчас мы протравили почву от заболеваний, и мы можем просто убить тех грибов, которых мы внесем, теми самыми препаратами, которыми мы внесли от заболеваний. Сейчас мы внесли фунгицид, если в данный момент мы внесем метарезин, то тогда этот метарезин будет бесполезен, потому что мы его просто сразу же нейтрализуем и убьем. Так делать не нужно. Из грибов очень удобно вносить метарезин в осени. Даже в промерзлый грунт можно внести метарезин. Если не можете найти его под названием метарезин, смотрите по действующему веществу. Например, я вот нашла, что не было метарезина тогда, когда мы себе приобретали препараты для обработки наших типов лиц. Но был вот такой препарат BioFord. Он был написан от медведки. От медведки логично подумать, что это препарат именно для грунтового почвенного применения. Смотрю состав, в составе биоактивный комплекс метарезин. Как раз то, что нам и надо. Смотрите состав. Если в составе метарезин, берите, даже если это против другого насекомого написано. Это не важно. Это просто для вашего удобства сделано. Вносим препарат в землю. Грибы начинают развиваться, размножаться. А потом они начинают хищничать и паразитировать на почвенных насекомых. Дождевых ваших любимых червей они не трогают. Это другая группа вообще живых организмов. Они по-другому живут, питаются, развиваются и работают. Поэтому с насекомыми мы боремся метарезином. Черви при этом не пострадают. Не бойтесь. Дети тоже не пострадают. Наши животные не пострадают. Пчелки тоже. Метарезин безопасен для всех. Часто просто можно «Аааа, какой кошмар!» Тара у меня убьет всех насекомых. Нет. Метарезин, например, вообще безопасен для всех. Вносите, и тогда этот препарат у вас будет работать начинать с осени. Если в теплице еще теплой, грунт теплый. Если уже прохладно, то тогда весной он пробудится первым. Эти грибы начнут развиваться и просто пожрать насекомых-вредители, когда те только-только начнут пробуждаться из холодного грунта. Почему еще именно такой порядок? Потому что триходерма, например, она нуждается в более высоких температурах. Метарезин нет. Метарезин, это группа микроорганизмов, живет достаточно при низкой температуре воздуха. Поэтому осенью порядок такой, что сначала мы вносим триходерму, потом метарезин. Весной обратная ситуация. Сначала метарезин, потом триходерма. Если с осени это не было все дело сделано. Чем завершаем подготовку и уборку в теплице на зиму? Завершаем все это дело мытьем теплицы и врубанием, поджиганием шашек. Какие нюансы по мытью теплицы? Мыть можно хлоркой, белизной обычной, можно до места. Сам есть очень удобное средство в спрей, до места синяя такая штука. Ну, прям спрей для уборки квартиры. Можно мыть обычным хозяйственным мылом, можно мыть дегтярным мылом, можно мыть зеленым мылом, можно мыть средством для мытья посуды, чем угодно пенящимся, мылящимся, либо спиртосодержащим, либо хлоросодержащим. То есть, в принципе, вариантов просто целая гора. Выбирайте любое удобное моющее для вас средство и моете теплицу. Здесь важно два момента. Во-первых, нужно сначала нанести пену или, например, нанести спрей до места саиле раствор белизны и дать постоять минут 15, чтобы все это дело у нас прореагировало, где есть застаревшая грязь, она немножко разошлась, и только потом начинаем ее промывать, хорошенько все это дело смывать обычной водой. И на этом все. Можно смывать при помощи керхера, если вот у вас поликарбонатная теплица из нового поликарбоната, он не повредится. Можно смывать все это дело вручную, можно воспользоваться аккумуляторным опрыскивателем, он тоже неплохо собьет пену с вашей теплицы. В принципе, все. Второй важный момент по мытью теплицы. Помойте еще садовый инструмент. Лопаты, всякие грабли, маленький почвообрабатывающий ручной инструмент, секаторы и так далее. А в конце все это дело лучше протереть либо спиртом, либо можно протереть 4% медным купоросом. Так, чтобы ваши инструменты не заносили болячки и все, что тому подобное в следующем году. Их тоже обязательно мыть и обрабатывать и складывать сухими и промытыми на хранение. Тогда и болезни у вас на участке будет меньше. Это тоже долог здорового урожая в следующем году. Ну и в финале мы всю обработку заканчиваем все дело тем, что... А где это дело? А вот. Заканчиваем тем, что вносим комплексную протравку нашей теплицы в виде шашек дымовых. Опять обращаю ваше внимание, чтобы вы слушали ушами, а не другим местом. Мы просто уже в этом году выпускали короткий ролик шот по обработке теплицы. Там нам прилетело столько плохих комментариев, гневных от людей, которые просто не слушают ушами о том, что нельзя зажигать серные шашки в теплице. А я про это и говорила. Серные шашки не стоит зажигать в теплицах, особенно в поликарбонатных теплицах, в пленочных уж тем более. Потому что серные шашки при сжигании образуют газ, серний стенгидрит, который может давать помутнение поликарбонату, который может вызывать коррозию металла и разрушать пленку. Поэтому серные шашки мы не используем, а используем дымовые шашки. Табачные шашки тоже в данный момент уже будут бесполезны, потому что табачные шашки работают только в тот момент, когда насекомые находятся в живом вегетирующем состоянии, когда наши растения вегетируют. То есть растения зеленые, растения с листьями, в теплице они есть, и в это время есть насекомые вредители. Тогда применяем табачную шашку. Если же у нас в теплице уже ничего нет, это самая последняя точка, самый финал в обработке и подготовке теплицы на зиму, это внесение дымовых шашек, то есть обработка дымовыми шашками. Бомбер или Вист. Они, по-моему, вообще абсолютно одинаковые, нет, не одинаковые, в бомбере два действующих вещества. Вист работает только после против болезни, бомбер работает против болезни и вредителей. Помогают ли? Да, помогают. Они помогают справиться с теми спорами, с теми источниками заболеваний, которые мы не смогли смыть, например, обрабатывая теплицу. В нашем случае у нас в своде теплица имеет высоту 5 метров. Достать до крыши теплицы мы просто не сможем, поэтому без вариантов в больших теплицах обязательно приходится использовать дымовые шашки, не серные. Повторю еще раз, дымовые. Здесь действующее вещество такое, которое не вредит конструкциям. Их применять как раз таки можно, желательно и нужно. Выбирайте, если у вас было много вредителей и у вас теплый регион, тогда берите бомбер, здесь есть еще компонент, который против насекомых. Если только против болезни необходима обработка, у вас есть возможность зимой открыть теплицу, чтобы она промерзла. Тогда это будет шашка вист, она будет работать только против в... как это называется? болезней. Она будет работать только против болезни в вашей теплице. Собственно, все. И в финале нужно поговорить о том, открывать или закрывать двери теплицы, когда приносить снег в теплицу. В начале двери теплицы, когда стоит неустойчивая погода, дует очень сильный ветер, когда идут дожди, можно закрыть. И желательно отгребать от теплицы снег, чтобы потом зимой в холода можно было открыть. У нас, например, на Алтае часто в конце ноября бывают первые сильные заморозки в районе минус 30. В это время снега еще мало и как раз это будет лучшее время для того, чтобы проморозить теплицу. Как только у вас прям очень низкие заморозки грядут, открываете двери теплицы, дайте полностью промерзнуть за грунту, тогда вы полностью избавляетесь от белокрылки тли паутинного клеща и потом уже двери можно закрывать. Снег в теплицу вносить очень желательно, но делать это лучше либо в конце зимы, либо в начале весны, потому что если сразу начать закидывать снег в теплицу, то мы создадим такой термос, который не даст промерзнуть грунту и тогда те вредители, которые были в вашем грунте, они очень легко перезимуют и заново будут повреждать ваше растение. Нам нужно дать промерзнуть земле, поэтому снег очень желательно, но где-нибудь в феврале-марте примерно как-то так. Ну вот, друзья, на этом все. Надеюсь, вы еще успеете обработать теплицы по нашим советам, но могу сказать, что сейчас самое время начать этим заниматься. Мы как раз только приступаем к обработке, чистке и подготовке наших теплиц к зиме. Получился какой-то немножко как будто бы агрессивный ролик, но просто наболело. Знаете, наболело, когда ты просто в день прочитаешь примерно там 500-600 сообщений от людей, которые просто не слушают ушами. Это называется наболело. А вам спасибо большое, тем, кто был внимательный. И до встречи в новых роликах. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok